Тут снег у них даже есть, смотри, во всем Момске снега нету, а у них есть. Выходим, все ставим, пушка отогревает пока сама себя. Слечки новые, да, у вас? Слечки новые, сковородки. Реально жесть, вообще ветрища здесь. В общем, первая машина. Просто какая-то аэродинамическая труба здесь. Эту пытали ей очень сильно, 100%. Не надо выжимать, потому что у вас нету сцепления. Нет, вам сюда мне тормоз. Давай, давай, должна, должна. Накидываем в одну форсуночку. Да, надо выкручивать снова свечи. Ну, блядь. Переменил план Барбаросса. Буду таскать с собой теперь коробки, ебать. Мы же спросили оптимистические видосы. А вот, короче, вам трэш. Да, это еще кто-то фармят. Супер. Сегодня вторая крутая машина лопалась. 21-я Амурская, 41. Все, ребята, радуйтесь. Началась работа по отогревам. Сегодня, сегодня 19, по-моему, ноября. Температура на улице минус 25. Снега ни хрена нету. Едем отогревать в Амур Ниссан Тину. Проснулся, быстренько умылся. Что-то неохота ехать вообще. Настраиваю. Все, нам здесь прямо, прямо едем, да. Настраиваю себя на зимнюю работу. Но главное настроиться. О, трава зеленая. Офига, встал посреди туннеля прямо на Ауди. Офига, как Ауди нынче ставят. Камеры уже будем снимать хорошие. Эти серии по отогреву. Звоник с 3000 камеры. Со стабилизацией будет все ровно. И уберечь перестал. Показывает 24 градуса. Стекла замерзают даже. Свернули на Королева. Вообще, этой камерой гораздо удобнее снимать, чем смартфоном любым. Ее удобнее держать на ручке. Она маленькая. С Новосибирска мне написали. В комментариях люди уже неделю работают. Зеля отогревают, солярку летнюю. А у нас вот только сегодня первый день. И снега нету ни хрена вообще. Камера стоит. Хонда завелась сама. В 25 маринка вышла. Ее как-то завела с ключа. Со второго раза, говорит, запустилась. Вообще, как бы пограничная температура для Хонды. После 25 маринка, там уже результат далеко не стопроцентный по запуску Хонды Цивик. Так, въехали в поселок Амурский. Тут вот сравнительно новый ведук ведет в Амурский 2. Сейчас мы его переедем. Будет там уже пункт назначения. Вон в те дома. Вот здесь когда-то я бегал в гаражах, жил. Мото-дельтаплан здесь строил. Ездил на нем. Здесь полигон был раньше с горками. На нем ездили. Сейчас здесь стоит лента. И новый микрорайон. Такой вот волнистый реадук сделали. Ветер поливает северный. Скоро заворачивать надо будет. Домики простые здесь стоят. Но их много наштамповали. Здесь все выглядит, как въезд в Алматы примерно. Так же. Где-то здесь налево заворачиваем. С 200 метра направо. Приколевает кого-то стоит. Ордик. Направо здесь. Струйка. Помойка. Вот этот дом. Второй подъезд. Подъезды здесь внутри. Рыжи заворачиваем. Тут сняка их даже есть. Смотри, а. Во всем Момске снега нету. А у них есть. И где-то должна стоять девушка. Вон зелененькая тина. Заводятся они очень мерзко. Сразу говорю. Машинка старенькая. Компрессия уже никакая. Мы приехали. Проезд есть? Есть. Выходим. Все ставим. Дальше съемка пойдет после установки всей байды. Вышли клиенты. Ушка отогревает пока сама себя. Вот так вот замерзла сильно ночью солярка. Видимо ночью более больше, чем 25. Солярка просто зимняя, без керосина. Надо срочно керосин туда заливать. Сейчас отогреется. Ушка свечи вкручивает. Свечки прогрели. Молодцы они. Холодно, да? Ветер сильный у вас здесь вообще. Свечки новые, да, у вас? Да. Вот эти. Они так-то новые. Сковородки. Как я раньше бегал, так же сковородки. Здесь такой ветродую. Реально очень холодно. Реально жесть вообще. Ветрища здесь. У меня сразу лицо за 5 минут задубило. В общем, первая машина такая сегодня. Ниссан Тина. Я перепутал. Не та зеленая. Вот эта серая. Все, пушку поставили. Штору поставил, что ветер сильный. Оттуда выдувает между домами. Просто какая-то аэродинамическая труба здесь. Вообще. Аккумулятор не знаете, заряжен, не заряжен, да? Крутит, не крутит? Крутит, да? Ребята возятся. Помогает мне. Пушка пока работает. Тут преобразователь поставил на таких проводах пока. Потому что он у меня в субарике стоял. Вот и начались ребята отогревы. Потихоньку. Но сейчас 2 дня будет. Маленькая работа. Потом опять будет. Ближе к нулю. Минус 5. Ноль. Что-то декабрь обещают. Под 40 ночью в начале декабря. Ну посмотрим. Ну что-то я пока не рад нифига. Замерз. Что-то жесть. У них есть вторая машина. Значит они эту пытали ей очень сильно. 100%. А это значит, что там бензин в цилиндрах стоит. Его надо сейчас будет убирать. Свечи они вставили. Сухие прокаленные. Но они сейчас снова тут же зальются этим бензином, который в цилиндрах. Не, ну у вас сейчас же автомат. Да. Значит не надо выжимать, потому что у вас нету сцепления. Нет, он сюда мне тормоз возьмет. А через тормоз. Пробуем. Без проводов. Посмотрим как крутит. Давай, давай, давай. Должна, должна. Так, надо провода цеплять. Так, кинул провода. Дубль два. Тахометр есть. Без газа сейчас. Без газа добавляем маленькой. Ну давай, кинуем. Так, просто форсунки включать. Да, форсунки можно отключить. Коллектор еще холодный. Не прогрелась. Машина ветер сзади задувает. Нифига себе. Примершие. Примершие. Форсунки примершие. Так, отстегнул форсунки. Четыре штуки. Да, тут условия жесткие. Пробуем без форсунок. Накидываем одну форсунку. Смотрим, что будет. Начнем схватывать одним цилиндром. Значит, свечи выкручивать. Да, надо выкручивать снова свечи. Ну, блядь. Что, Тида, блин? Не сдается. Выкручиваем свечи. Это пиздец. Нас же сразу в такой обрал. Ветер оттуда, как с трубы, задувается под машину. У меня для этого обычно картонка есть такая, которую под машину ложу просто. С углом сворачиваю ложу. И она, короче, барьер там ставит. И не выдувает тогда ничего. Сейчас у меня этой картонки нету. Все выдувает нахер. Твою же мать. Ладно, греем пока. Пушку снова подогревала сама себя. Да, работает. Применил план Барбароссов. Правда, с помойки тащил коробки. Люди разорались. Что-то в мусор полетел. Положил сюда три коробки. Вот так вот. Видите? Чтобы не задувало сзади. Вот такой план. Буду таскать с собой теперь. Коробки, ебать. Мы же спросили оптимистические видосы в духе треша. Вот, короче, он треш. Треш, это коробки вот эти вот. Люди так смотрят на меня, когда я говорю на камеру, оборачиваются. Мимо проходят. Все посмотрели. Но я уже привык. Так, ладно, вкручиваем свечки сейчас. Свечки прогрелись. Надо будет белое красивое одеяло, наверное, купить с надписью 300+. Сука. Да, куда деваться. Ладно, да, отогреваем. Все, сухие они. Сухие. Вкручиваем. Порай я научусь одной рукой все делать. Камеру на лоб неудобно, потому что надо и себя снимать, и машины снимать. А она снимает только то, куда ты смотришь. Вообще, надо вторую камеру. Одну на руку, вторую на лоб. Так, прокручиваем на родном аккуме со снятыми форсунками. Да, все, ставим форсунки. Так. Открываем форсунки. Открываем форсунки. Чтоб их, блядь. Кидаем провода. Снова красный плюс. Черный минус. Опа. Ловко все. Закрываемся в этом, блядь. Ниссане. Пробуем заводить. Сука, еще пищит что-то. Так, ну давай, родная. Иначе буду сильно ругаться. Погнали. Пока без газа. Газа добавляем, добавляем. Ура, слава богу. Фу, завелась, блядь. Завелась, блядина. Впрочем, даме петечку на единичку. На полную, да на единичку. Все нормально. Поддержим маленько на оборотах. Два с половиной. Иначе эта гадина снова зальется. Тины, они такие. Знак эфир. Девушка за рулем недавно. Уже успела КамАЗ, говорит, заводать. Боком. Ехала справа в мертвой зоне от него. Она рассказывала. Он ее не заметил. И с дороги сдвинул нахер. Улетели. Ну, все обошлось хорошо. Так, держим, держим, держим. Тихонько отпускаем. Должна работать нормально. Все, работает. Оп. Провода снимаем. Все, ништяк. Это благодаря только вот этим моим чудо-коробкам. Хорошо они, кстати, ветер остановили. Вообще хорошо. Коробки огонь. Сейчас я их себе положу. Мои коробки на сегодня будут. А, мы сюда пушку сейчас поставим греться еще. Коробки положу сюда пока. Надо их заправить, сложить. Пока некогда. Там уже второй клиент ждет. Ниссан Тиана теперь. Машина работает. Работает. Сучка. Тоже складываем все. Настраивайте автозапуск. Закручиваем эти. А то потом скажут, что на видео, что не закрутил. Мотор то ли капиталили, то ли контрактный здесь, да? Нет? Контрактный? Контрактный. Потому что я цилиндры посмотрел. Там в цилиндрах поршня чистая. Нагара нет на поршнях. Поэтому, ну, хорошее состояние. Контрактный, да? Да. Ну, он и шелестит хорошо, моторчик. Я, ну, как было, даже с колоссовым не работал. И мне там оказалось, что блок питания зонный. По электрике, да, проблемы были? Да. Понятно. Ладно, я складываюсь, еду дальше. Спасибо. Фу. Алло. Ну, все, выезжаю к вам на 27-ю северную. Сейчас минут 10 буду. Хорошо, хорошо. Так, все, это завели. И едем на 27-ю северную. Блин, как сложно начинать. Когда я ничего не готова из оборудования. Сейчас надо срочно керосину у Женьки, у напарника, купить. Чтоб пушка не замерзала. Все, рот замерз. Капец. 27-я северная, 44, дробь 2. Все, поехали. Ну и место, капец. Ветрище же здесь. Уезжаем отсюда нахер. Сейчас поедем в более спокойное место. Здесь зима настоящая. Вон, вверху сдувает вообще. Так, подъехали. Подъехали, вот он, океана. Томно-синяя, рядом с Легасем, с красным. Да, это еще тот аппарат, сука. Леворукая. Океаны заводятся не очень. Мороз, честно скажу. Сегодня вторая крутая машина попалась. Пролегать, работаю. Смотри-ка, молодец. Так, поставили палку зеленую. Так, говорите, не залили еще, да? То есть немного попробовали, а она эко есть. Нет, 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 нет. Еще не залили, я только начал запускать. В принципе, все. Так, значит, вы шесть. Защиты нету? Нету, слава богу. Да хорошо. Значит, сейчас мы быстренько отогреем. Сейчас ветер уже оттуда. То есть дуть будет под машину как раз сюда. Просто поставил зеленую палку свою любимую. Цвета Форестера. Первоначального цвета. Ставим пушку и погнали. Погнал. Сейчас приду, да, да, да. Пушку отогреваем. Да. Тут стоит, чтобы отогреть. Так, что же положился, пушку поставил. Машину перегнал вот так вот, потому что ветер отсюда сильный. Чтобы закрытие. Сейчас отогреваем минут 15, потому что свете херовое. И будем пробовать заводить. Машина не залитая, поэтому должна завестись. Ветер сильный, вообще сильный. И потом все сдувает к херам. Даже вот так вот машины закрыл. Ладно, греем. Провода приходится к преобразователю выключать пока вот так вот. Сюда, туда и не так сюда выходят. Жесть. Сегодня без шторы вообще никак. Блин, хоть жалуйся. Ветрище. И температура причем не падает. Также 24 градуса держится минус. И ветер жесткий. И снега нету вообще. То есть очень сухой и очень холодный ветер. Замерзает сразу вся морда. Сразу заряжаю камеру вот этой зарядочкой. Телефон. Зарядка офигенная. Еще раз на нее ссылку внизу под видео выкладываю. Лучше, чем эта зарядка, я еще не встречал. Она 2 амферная на 2 выхода. Заряжает махом. Ссылку внизу на нее выкладываю опять под видео. Все время буду укладывать. Зарядка вот такая, огонь. Брал на Алиэкспрессе примерно, наверное, года почти 3 назад. И она работает исправно и очень надежно и мощно. 2 выхода по 2 ампера. То есть заряжает она так же быстро, как и амперная зарядка от сети. Так, прогрели. Пушка снова умерла. Подсоединили провода. Ключи там, да? А, там кнопка. Ну там не кнопка, там рычаг. Оп. А, ну понял. Иммобилайзер. Так. Автомат Тиана. Чехлы классные. Пробуем. Капот как шевелится. Пострахуй капот там. Так. Ну ладно, давай. Зайка. Вот все бы так заводились, блядь, а. Вот эта машина, да? Я ее ругал. Хоть с этой повезло. Но прогрел хорошо. Минут 15 грел ее. Так, отпускаем газ. Все, обороты держит. Заебись. Молодец. Спасибо за беспроблемный запуск. С прошлого я намутился. Да я суть по времени уже понял. Вообще спасибо. Все такие машины были. Кстати, клемма у нас залить. Видела она это? Скаканула. Скаканула нормально. Ну у тебя вообще это затянуто, но сюда шурупчик туда закрутил просто и все. Вам тоже надо заводить? Не приеду, что он ставит, как жирает. Это пиздец, ребята. Все. Я сел в машину, окоченел, как ежик на морозе. Аж лицо покрылось эти пупырышками. Замерзло все. Причем в такой зимнем костюме непродуваемом. Жесть. Ну с Тианой повезло. Тиана зайка. Вообще зайка. Так. Сейчас едем либо в нефтяники, либо на морковник, либо на левый берег заводить Subaru Forester атмосферный. С невыкручивыми, как говорят, свечами. Пиздец, блядь. Вот температура так стоит минус 24. Но я рук не чувствую, ног не чувствую. И лицо замерзло, рот аж говорить не может. Такой ветер. О, еще кто-то. Алло, слушай, здрасте. Еще раз плохо слышно. Отогреть, какая машина, где находится. Дизельный актеон. Так, ну где-то часика через полтора, наверное, сможем к вам подъехать. Красный путь 105, дробь 2. К Женьке поедем. К напарнику за керосином срочно. Без него пушка не работает сегодня. Причем на зимней солярке не работает, замерзает пушка. Минут 5-7 и все. Срочно керосином надо взрывать. Женька вообще работает на чистом керосине. Вот эти вот минус 24 сегодня. Когда нету снега и ветер, это хуже, чем тридцатка. Хуже, чем 35 зимой. Это просто жесть какая-то. С ветром и без снега. Просто пиздец. Вообще пиздец. Я так давно не замерзал. Так, сворачиваем. Ворачиваем на 7-й северную. Матерюсь на морозе. Кто там за матой будет говорить, что материшься и так далее, нехорошо. Буду материться. Не смотрите канал этот. Это рабочие видео. На морозе очень сложно работать. На ветру. Поэтому здесь без матов вообще некоторые машины не спускаются. Если вам маты не угодны, вообще не смотрите эти видео. Смотрите другие каналы. Матерился и буду материться в работе на морозе. Потому как считаю маты неотъемлемой частью русского языка. Неотъемлемой в сложных ситуациях. Даже ученые проводили исследования. Русские маты повышают выживаемость в полтора раза. Физическую силу в два раза. И улучшает эмоциональное состояние. Дает возможность в трудных ситуациях работать более продуктивно. Так что как-то так. Мне такие умники говорят. Ты материшься. Это не красит. Это показывает сразу твой уровень развития и так далее. Я им пишу. Когда с лестницы наебнетесь. Не забудьте сдержаться. А то тоже у вас уровень будет. Развитие такой же как у меня. Вот у меня сейчас такое же состояние в работе. Как будто я наебнулся с лестницы. Поверните налево. Поворачиваем. Так. Лукоиловская заправка. Где-то тут должен быть напарник. Дядя Женя. Барин. Синяке. Вот он стоит. Ага. Отлично. Тоже еще хлебанем в солярочке. Дядя Женя сейчас поедет за город. Кого-то отогревать. Заправляется срочно. Немного-немного керосинового надо взять. Дядя Женя. С сумкой. Здорово. 300 рублей. Сходу так. 300 рублей. Человек. Во. Керосин. Ничего личного. Только бизнес, да? Сейчас я скину в чат заявку. Без дачи. У него есть большой кошелек. У меня кошелка нет. Все. Ты помчался, да, Еженя? Сейчас заправлю. Давай еще раз поздоровимся. Здорово. Скажи зрителям здравствуйте. У нас начался сезон отогрева. Семериченская 95 мазы запустить. Цена вопроса 5 тысяч рублей. Вот так вот, блядь, я и Женя работают. Мазы запускают. Камазы. За 5 тысяч. Ладно, для Делёша. Погнали. Деловое, сука. Ладно, спасибо. Давай. Керосин четкий, да? Четкий? Да, Ништяк. Ты позвоните. Да, ждет. А, хорошо. 75 октября 18. Хорошо, хорошо. Так, керосин, керосинчик. Опа. Погнали. Так, берем керосин. Вернее, льем дизель еще. Идет плохо через сетку. Твою мать. Очень долгая песня. Там сетка длинная стоит. Но без нее нельзя. Засолится форсунка. Придется так цедить. И залил туда керосин в полбанки. Примерно получилось там 8 литров солярки. И вот 2 литра керосина. 2,5. Примерно получилось там 8 литров солярки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова